МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые актуальные новости города для телезрителей 1-го Карагандинского. В студии Ирина Камышова. Здравствуйте. Единственная в области школа по каратэ Шиньки-Укушинкаль, которая находится в Тимиртау, на грани закрытия. Без разрешения жителей в дом установили лифт. Теперь они расплачиваются за кредит, который не брали. Сегодня среди детей с ограниченными возможностями прошел конкурс «Малые паруса». В конце прошлой недели в Тимиртау произошло несчастье, которое сколыхнуло всю общественность. Двухлетний мальчик по имени Егор Хмель во время прогулки упал в колодец и утонул. Тело ребенка спасатели обнаружили лишь спустя два дня. Как это было и кто виноват? Хронология трагических событий – материаль нашего корреспондента. Это то самое место, на котором несколько дней назад так нелепо оборвалась жизнь двухлетнего Егора Хмеля. Страшная трагедия произошла 24 мая. Во время вечерней прогулки с мамой мальчик наступил на крышку люка и провалился в колодец. Мать прыгнула за ним, но не смогла найти его. На место ЧП прибыли все экстренные службы. Начались поиски, которые продолжались до глубокой ночи. Но тело малыша так и не удалось обнаружить. Сложность составляет в том, что таких эффективных способов просматривания внутри коллектора канализационного на глубине 2,5 и более метра нет. Поэтому приходится так вот смотреть на проходимость, проверять подручными способами на проходимость по канализационной трассе. На помощь в поисках ребенка были вызваны водолазы из Усть-Каменогорска. Привезенное ими специальное оборудование позволило обследовать отстойник со скопившимися нечистотами. Именно там, спустя два дня, на 9-метровой глубине и было найдено тело двухлетнего ребенка. Трагедия всколыхнула всю общественность. Мы вообще в шоке все. Потому что действительно сейчас во всех дворах везде открыты колодцы. И власти, как пообещали, через 10 дней закроют эти колодцы. Говорят, что уже половину города закрыли колодцы. Но посмотрим, когда дальнейшее их не будет. Эти закрывания колодцев. Это действительно вот так. Ребенок шел, шел, шел и раз и упал, и провалился. Двое суток прошло, как нашли только тело. Разве так можно? И трагедия это не только для семьи, а для всего города. Тимиртаусцы организовали акцию. Пришедшим на место трагедии, на руку цепляли желтую ленточку, символ солнца и жизни. Таким образом, собравшись, выражали свой протест против гибели детей. И пытались призвать местные власти обратить внимание на извечную проблему. Открытые колодезные люки. А также коммунальные службы. А именно, подрядную организацию ОГЖИТПЕС. На балансе которого и находятся тимиртауские колодцы. Тем временем, в прокуратуре города Тимиртау заявляют, что виновные в гибели мальчика не уйдут от ответственности. Уже возбуждено уголовное дело. Управлением внутренних дел города Тимиртау возбуждено уголовное дело по статье 232. Тем временем, в Тимиртау, колодец, где утонул маленький Егор Хмель, стал местом скорби и памяти. Сюда тимиртаусцы несут игрушки, цветы и сладости. Понесет ли кто-то наказание, покажет время. Между тем, опасные черные дыры все чаще встречаются на дорогах в улицах нашего города. Проблема открытых и полуоткрытых колодцев в Караганде не искореняется. Колодезные люки продолжают исчезать, а местные воры продолжают делать свое грязное дело. Усугубляет положение халатность коммунальных служб. К сожалению, зачастую трагедии случаются намного раньше. чем что-то начинает предприниматься. Ирина Камышева, Тулеген Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Единственная в области школа по карате Шинкиу Кушинкай, которая находится в Тимиртау, на грани закрытия. Здание, в котором уже более 20 лет этим видом спорта занимаются дети и подростки, продано на торгах. Однако, по словам директора спортивного клуба, сделано это незаконно. Теперь более 150 воспитанников школы карате могут остаться на улице. Подробнее в следующем материале. В этих залах как никогда пусто. Юные спортсмены, которые раньше здесь занимались Шинкиу Кушинкай карате, теперь вместе с родителями бьются за свое здание на улице. Плакаты и лозунги – крик души, который, как надеются митингующие, хотя бы кто-нибудь услышит. Забирают у детей. Последние забирают. И вот именно, забирают последние. Вот у детей, вот у детей, вот у детей, вот у детей, глупый, никому не мешают. Тут он понадобился. Тимиртаусская школа Шинкиу Кушинкай карате существует уже 20 лет. Здесь тренируется более 150 юных каратистов, в том числе воспитанники детских домов и дети из неблагополучных семей. В начале 90-х здание школе отдал отдел культуры. Спустя 15 лет остров стал вопрос об оформлении помещения на спортивную школу. Юридическую сторону вопроса доверили тогдашнему президенту федерации Шинкиу Кушинкай Сергею Солянику. Однако позже у последнего возникли проблемы с законом. Его осудили и конфисковали имущество. А еще через некоторое время в Тимиртаусскую школу карате нагрянули судебные исполнители и наложили арест на здание, так как оно оказалось оформлено на самого соляника. Сейчас помещение продано на торгах. Руководство школы карате было уже готово смириться с ситуацией, если бы не одно «но». Обратившись за помощью в общественное объединение «Единство», всплыли некоторые подробности дела. Они оказали такую помощь, организовали свое небольшое, не скажу расследование, просто там сделали запрос, там сделали запрос. И выяснили, что здание было приобретено в 2005 году, можно сказать, по фальшивым документам. То есть данный договор купли-продажи является недействительным. В связи с этим последующие сделки, соответственно, тоже должны быть аннулированы. Абдельда Абдикаримов, председатель общественного объединения «Единство», уже сталкивался с подобной ситуацией. По его словам, делу можно дать обратный процесс и отстоять здание. Мы все копии отправили, и Хижняк ответил, что к этим отношения никого не имеют, до подписи не его. Ну, на сегодня мы подали в суд, в связи с тем, отменить данное решение суда, вот это решение суда, в связи с новым открытым обстоятельством. Между тем, нынешние покупатели здания уже не раз наведывались в школу каратэ с просьбой освободить помещение. В связи с этой проблемой мы, можно сказать, блокированы. Мы сейчас не проводим тренировки, мы сейчас остановили процесс спортивной подготовки. У нас в ближайшее время тоже намечены соревнования, очень крупные, но мы сейчас не можем этим заниматься, потому что опасаемся за то, что они просто зайдут, заселятся, и мы туда можем не попасть. Уже две недели юные каратисты не могут возобновить тренировочный процесс, а впереди крупные соревнования. Международный турнир по каратэ на Кубок Астаны и открытое первенство Тюменской области в России. У родителей, дети которых много лет посвятили себя этому виду спорта, сдают нервы. Вообще-то говорили, чтобы дети были заняты каким-то спортом, чтобы они не болтались по улице, тем более сейчас в такой стране много наркомании, много вот этого всего преступлений. Мне кажется, ну как-то должны же подействовать, чтобы дети занимались и не отбирали у нас этот клуб. Здесь воспитали очень много чемпионов, чемпионов Казахстана, тут очень много. Дети здесь занимаются некоторые лет, по 10, по 15 лет занимаются. В основном все дети тренируются только здесь, без него мы пропадем. И вот хотим поддержки и помощи. Андрей Петровский или сенсей, как называют его подопечные, упустевшие школе с гордостью показывают фотографии своих воспитанников. Среди них большое количество мастеров спорта, чемпионы Азии, участники и призеры различных международных турниров. Что станет с ними, если здание школы не удастся отстоять, наставник даже не может себе представить. Ведь такой школы, как Тимиртау, в нашей области больше нет нигде. Вот здесь у нас находится качальный зал, который тоже нам предоставили спонсоры, в подарок нам подарили все эти предметы, где уже постарше ребята, лет 15, занимаются в этом зале. Ну а люди, которые купили, сейчас могут просто, не знаю, с этим зданием что-то сделать, построить какое-нибудь развлекательное заведение или, не знаю, офисы, очередные бани и так далее, магазин какой-нибудь. Ирина Камышова, Толеген Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Проблема лифта коснулась жителей одного из домов на Востоке-2. Без разрешения жителей в доме установили лифт. Теперь они расплачиваются за кредит, которого не брали. В проблеме разбирался наш корреспондент. Восток-2, дом номер 5. В этом доме живут старые и молодые, пенсионеры и молодожены. Их проблема началась с августа прошлого года. По словам жителей, именно тогда домофон перестал работать, но за него не платили ежемесячно. С этого момента у жителей и накопилась задолженность. Помимо этой проблемы, без разрешения жителей отдел ЖКХ и КСК Дархан Октябрьского района взяли кредит на 7 лет, около 6 миллионов тенге. Лифт должен быть запущен еще с января, однако, как отметили жители до сегодняшнего дня, им они ни разу не пользовались. Жители возмущаются, что ни за что их обязали платить свыше 10 тысяч тенге. Они никогда не приходили, нам не отчитывали за то, что собирают деньги, никакого отчета не предоставляют, куда эти деньги девают. Просим ремонт сделать, они сделаем, сделаем, сделаем. Просим элеватор отремонтировать, тоже, говорят, сделаем, сделаем. Никакой проверки, ничего не приходит. Только говорят, единственное, то, что они дают нам тепло. Он начинается с третьего этажа, мы живем на третьем. Два этажа у нас идет магазин. Начинается с нашего этажа лифт, мы не должны платить за лифт. Установили его давно уже, но им ни разу никто не пользовался, ни разу никто в него не зашелся. За что они платят такую сумму? За то, что они ходят пешком по лестницам или за нерабочий домофон? Местные власти и сотрудники КСК на подобные вопросы жителей отвечают просто. Это не к нам. Задолженность эксплуатационных расходов по КСК Дархан составляет 346 тысяч тенге. У нас в этом подъезде есть такие квартиры, у которых даже задолженность составляет 48 тысяч тенге. Мы, конечно, работаем по судам, все пытаемся выбить, но очень медленно это все у нас получается. Перекидывая проблему друг на друга, на этот вопрос нам ответили сотрудники отдела ЖКХ. По их словам, эти бесполезные услуги они установили по программе благоустройства домов. Уже назад дороги нет, потому что это является общей собственником квартир. Вы хотите кататься, не хотите кататься, вы должны его содержать, правильно? Вот, например, крыша, тот же подвал. Не можешь сказать 9 этаж, я подвал не буду, за подвал деньги платить, если подвал надо ремонтировать. Первый этаж не имеет права там сказать, что кровлю не буду участвовать. Это общее имущество, поэтому содержание дома должны все силами. Одним словом, местные власти твердят, что им абсолютно без разницы, будут пользоваться услугами лифта или нет. Они требуют, чтобы они выплатили задолженность. Кстати, нужно отметить, что после того, как наша съемочная группа побывала в этом доме, лифт, который не работал полгода, почему-то заработал. И жителям разрешено две недели пользоваться его услугами бесплатно. Мирамгуль Салкинбаева, Кайрат Рашидов, Евгений Афанасьев, Первый Каргандинский. Тополиный пух стал причиной крупного пожара. Сегодня по улице Чижевского в жилом массиве сгорели дотла два сарая. Инцидент произошел в три часа дня. Дети, игравшие около сарая, решили поджечь тополиный пух, отчего в итоге вспыхнул пожар. По словам очевидцев, пожарная приехала на место события, тогда, когда уже половина сарая сгорела. К тому же пламя успело охватить и соседний сарай. Поэтому спасательной группе пришлось вызывать дополнительную бригаду. Сотрудники департамента по чрезвычайной ситуации убедительно просят жителей города не поджигать. Потому как последствия могут быть и хуже. Морал Тукенова, Кайрат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Среди дел, рассматриваемых в судах области, наибольший интерес вызывают дела, получившие общественный резонанс. Среди таких процесс, связанный с рухнувшим домом в микрорайоне Бесоба. По данному факту уже арестованы несколько должностных лиц. О том, как продвигается дело, сегодня рассказали в областном суде. В конце позапрошлой недели были арестованы трое чиновников, которые контролировали строительство жилого комплекса Бесоба. Один из них – Аким Сарани Виктор Иванов. Три года назад именно он подписал акт ввода в эксплуатации дома номер 7, который впоследствии и рухнул. Арест предусмотрен сроком на два месяца. Следом за Виктором Ивановым арестовали и бывшего заместителя Акима города Сергея Гребенщикова, который был председателем государственной комиссии по приемке домов номер 5 и 6. Задержали и экс-начальника областного управления государственного архитектурно-строительного контроля, а ныне директора ТОО «Коспласт» Александра Воробьева. Им также санкционирована мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. На сегодняшний день от жителей микрорайона Бесоба в сутки Забикбийского района поступили два исковых заявления. В одном из них истец просит признать незаконным акт государственной приемочной комиссии 29 июня 2009 года под председательством зама Акима Иванова о приемке в эксплуатацию жилого дома в районе Бесоба. Кроме того, просит признать незаконным распоряжением Акима города Караганды и Тагайбаева о подтверждении данного акта, регистрацию данных документов в Департаменте юстиции области, а также действия должностных лиц, подписавшие эти документы. Во втором исковом заявлении истец просит признать незаконным бездействие Акима Караганды относительно истца. Он просит главу города дать исчерпывающие официальные ответы и решить вопрос о предоставлении помощи или компенсации истцу за утраченное жилье. Вот данные исковые заявления на сегодняшний день не приняты к производству, а оставлены без движения для выполнения требований статей 150 и 155 Гражданского процентного кодекса. Им предоставлено время до 10 числа июня исправить те имеющиеся недостатки при обращении в суд с иском, после чего будет решаться вопрос о принятии данных исковых заявлений в производство. Ирина Камышова, Дмитрий Оборок, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Сегодня прошли восьмые учебно-методические сборы среди переводчиков военных штабов. В данном мероприятии приняли участие представители внутренних войск со всех областей республики. Продолжение в нашем следующем материале. На мероприятии были рассмотрены такие проблемы, как подготовленность участников на данные сборы, также переход документации на государственный язык. По словам организаторов мероприятия, переводить термины, которые часто употребляются в военных отчетах, в ведомостях и подобном роде документах, сможет не каждый. Их задача проверить, насколько грамотно сделан перевод термина. Мы здесь собираемся со всей республики. В принципе, около 14 городов, 14 областей из всех областей приехали переводчики штабов. Также были рассмотрены правильные написания высокопоставленных органов, названия государственных учреждений. В том числе обсуждались ошибки, допускаемые во время перевода текста. Как отметила Райхан Мусина, программа перехода на государственный язык была запущена в части 54-51 с прошлого года. Однако по Конституции, наряду с государственным языком, должен идти официальный русский язык. Несмотря на это, 95% документации ведут на государственном казахском языке. Есть у нас программа долгосрочная, есть программа перехода на госязык всего документа оборота. И это поэтапный план, мы к нему идем поэтапно, поэтапно и, например, в разных регионах это идет по-своему. На данное мероприятие приняли участие представители всех учебных заведений города. По словам организаторов, сборы продлятся три дня. Мирамгуль Салкинбаева, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Сегодня среди детей с ограниченными возможностями прошел конкурс под названием «Алые паруса», в котором приняли участие свыше 200 участников. Продолжит Мирамгуль Салкинбаева. В зале собрались тысячи любителей искусств. На данном галоконцерте дети исполняли свои номера настолько, что никто не мог догадаться, что эти дети плохо видят или слышат. По словам организаторов концерта, талантов собирали из всех регионов страны. Дети отбирались с интернатов, детских домов. Для участников это не просто праздник, а возможность для знакомств и общения. У нас есть хореограф свой, Литвичкова Лена Юрьевна, который нам придумывает танцы. На марафоне собрались свыше 200 участников, и самые юные из них – пятилетки. Воспитанники детского дома «Кулыншак». Конкурс прошел по всем номинациям, а именно по вокалу, народно-инструментальный оркестр, кстати, которые пришли из интерната слепых. Также по хореографии. Вот сегодня дети будут выступать по всем номинациям. Хореография, музыка, театр, ДПИ, вокально-инструментальный, инструментальный народный оркестр будет из интерната слепых выступать. Будет очень интересно. Марафон, который прошел среди детей с ограниченными возможностями и оставшихся без попечения родителей, вошел в традицию. По словам участников, этот конкурс дает возможность показать себя со всех сторон. Например, воспитанники детского дома «Таншулпан» в прошлом году показали свои таланты в виде вокала. А сегодня они пришли порадовать присутствующих хореографией. Нам нравится здесь танцевать, каждый показывает свои таланты, чем мы способны. Кто-то поет, кто-то хорошо танцует, и мы вот танцуем. У нас также есть дети, которые у нас поют. Участников наградили ценными подарками. Организаторы намерены проводить подобные мероприятия на республиканском уровне. Леонгуль Салкимбаева, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Культура уличного танца зародилась в бедных кварталах Америки. Тогда исполнителям дорога в танцевальные студии была закрыта, и свой выход, творческий порыв танцоров, находил среди простых жителей с улицы. В наше время по брейк-дансу проводятся чемпионаты. В Караганде также есть школы уличного танца, недостаточно успешные. Когда-то стихийные возникновения кружков по занятию необычными танцами сейчас приобрели постоянный характер. Выступления, соревнования, выезды – все это атрибуты карагандинского брейк-данса. Школа танца Куба является одним из первых, кто начал культивировать уличные танцы в нашем регионе. Мы первые, кто в Казахстане совмещает народную и современную хореографию. А здесь именно самые сильные команды различных городов – Тимиртау, Караганды, Сарани, которые представляют именно современную танцевальную культуру. Целью данного мероприятия была популяризация танцевального движения, поддержка талантливой молодежи и привлечение внимания к культуре брейк-данса. Судя по восторгу зрителей и рвению танцоров, цели фестивали выполнены. Со слов организаторов, тому, кто увлекся танцами, оторваться от этого уже сложно. Мы только этим занимаемся, это наша жизнь, это наша цель вообще – поднять танцевальную культуру в нашей области. На десерт пришедшим зрителям представили танец, который не имеет аналогов в Казахстане – смесь танца и светового шоу. Шквал аплодисментов не заставил себя долго ждать. Александр Крылов, Толиген Рашидов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. На этом у меня все. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам в редакцию по телефону 420649. Еще больше новостей на нашем сайте. Адрес на экране. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Сау Бонсдар. Сау Бонсдар.